Добрый день дорогие мои друзья! Сегодня по вашим многочисленным письмам и просьбам я показываю вам такую тему, как раскрой брюк сразу на ткани. Не буду вдаваться в мельчайшие подробности создания самой этой выкройки. Наша задача не в этом. Я уже показывала и рассказывала о брючках вам неоднократно и довольно таки много. Сегодня мы с вами просто посмотрим техническую часть этой задачи, а именно раскрой брюк сразу на ткани. Для этого мы оформляем техническое задание, но перед вами это та форма брюк, которую мы хотим выкроить, мерочки, которые нам понадобятся для работы и прибавки, которые мы будем использовать. Видите, прибавка по талии, по бедрам у нас будет 0. А вот эти вот мерки полуобхват талии 36, бедра 48 и так далее. Я листочек с экрана уберу для того, чтобы картинка была лучше, отложу его в сторонку, а вы сможете к нему вернуться. Итак, мы начинаем. С правой стороны проводим линию номер 1. Она у нас, линеечка кладется параллельно правой кровке стола и эта линия выравнивает ткань по утку. Дальше я просто обвожу свою линеечку и таким образом я получаю линию номер 2, которая является линией низа для наших брючек. Затем я смотрю на мерочку. Длина брюк у меня 100 сантиметров. Нахожу 100 сантиметров и откладываю линию талии. Затем от линии талии вниз сразу идет высота сидения 24 сантиметра. 24 делится на 3, получится 8. И 8 сантиметров от высоты сидения, от этой линии наверх, это будет уровень бедер. Это уровень талии, здесь уровень ягодиц, здесь уровень бедер. Одна треть от 24 опять по привычке начала вам рассказывать подробно, хоть и не обещала не делать этого. Длина брюк до колена 53. Все разметочка у нас сделана. То же самое я буду делать с другой стороны. Итак, 100 сантиметров это длина, потому что на ткани прямые нужно проводить по двум, параллельные прямые проводятся по двум точкам и 53. Линия колен, линия ягодиц, линия бедер. И так мы подготовили нашу ткань. Затем откладываем от кромки ткани сантиметра 2-3, это будет начало передней половинки по линии ягодиц. Смотрим на мерку талии, на мерку бедер она у нас 48, 48 делим пополам 24, точка я один. Потом смотрим на мерку талии, 3,36, 1,1, 3,6, точка я два. И в обратную сторону откладываем 1,1 бедер 4,8. Затем проводим через последнюю точку вертикальную линию. Соединяем сразу вот эти точки, находим серединку, сюда находим серединку и оформляем шов сиденья передней половинки. Затем измеряем ширину передней половинки, практически 28, делим пополам 14, 14 сантиметров. Затем это серединка передней половинки брюк, место для нашей стрелочки. Проводим стрелочку до самого конца всегда проводите. Затем отступаем 1 сантиметр сверху, снимаем 1-1,5 сантиметра, чтобы не делать выточек. Так как ткани у меня всегда идут в основном эластичные, то я стараюсь избегать выточек, потому что ткань часто используем на носовые прибавки, вы это знаете. Смотрим на мерку талии. Она у нас 36, делим пополам, получается 18. Так, и оформляем линию бокового шва. Для этого кладем свою линейку вот таким вот образом и добавляем сразу припуски. Буду делать припуски небольшие, 1,5 сантиметра, чтобы уместилась у меня эта ткань. Вы знаете, что я сразу работаю с двумя линиями. Так, и по сантиметру наверх. Значит, здесь я хочу оформить, допустим, могу гольфик оформить, 3 сантиметра добавлю. Не очень, ну давайте, ну давайте 3 добавим, как будто мы хотим здесь сделать откосочек вот такой вот гольфик. Да, докуда вы до сих пор. Здесь 1,5 сантиметра припуск на шов. Так у меня пойдет. И не забываем немножко зеркалить, потому что бы вот эти хвостики попадали у нас потом туда, куда нам надо. Вот у нас выстроилась верхняя часть наших брючек. Как бы переднюю таревую вытачку я распределила между боковым швом и центральным швом, где у нас будет застежка. Смотрим на ширину брючек внизу. Она у нас 28. Я обычно здесь пишу 28. 28 делим пополам, получается 14. Минус 1 на полочку. 13 влево и 26, соответственно, сюда, вправо. Затем я выбираю уровень раскрешения своих брючек. Я никогда не делаю это раскрешение сразу от коленочки. Я люблю делать это раскрешение чуть выше коленочки. Вот так, например, мы сделали этот уровень. И сейчас я выбираю ширину брючек именно вот в этом месте. Я хочу, чтобы было это достаточно заметно. И выбираю, например, 24. То есть здесь у меня 28. А здесь я хочу брючки сделать 24. Не забудьте проверить 48, чтобы ваша ножка в этом месте была больше, чем 48. Тогда ваши брючки будут хорошие. 24 разделить пополам будет 12. Минус 1 сантиметр будет 11. Передняя полочка всегда уже, чем задняя. Получили точки. Прямыми линиями оформляем нижнюю часть наших брючек. Вы можете форму брюк, конечно же, выбирать любую. Это я сегодня. Я люблю просто такие брючки. Они любые ножки делают стройнее, длиннее, ну и, соответственно, симпатичнее. Но тут надо, конечно, быть очень осторожными, потому что не всем это подходит. Нужно смотреть и сопоставлять много-много разных факторов. Главным образом это нашу ширину. И заканчиваем оформление. Вот этот шов называется шаговый. Такими вот линиями. И заканчиваем оформление. Вот этот шов называется у нас боковой. Делаем его с небольшим прогибчиком, чтобы было красиво. Для этого кладем линеечку сначала вот так. И добавляем также припуски. Затем переворачиваем линеечку и ищем красивую-красивую линию, так, чтобы нас все устраивало. Например, вот так. И убираем вот это. Ну вот, собственно говоря, и все. Посмотрите, у нас выстроилась с вами передняя половинка. Сейчас я должна ее вырезать. Наверное, мы прервемся. Я ее вырежу и мы продолжим дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо.